Я два года назад развелся с женой, случайно принимал аскезу, перестал курить, отказался от алкоголя, занялся спортом. Но это случайно произошло, я не подозревал, как аскезу. Потом через два месяца разнулся на раши. Девицей тоже случайно. Только случайно. Прослушал их, мне полегчало. Потом начал молиться, ходить в храм, за полгода очень поверил во всё. Испобедовался постоянно. И в конце концов, у меня была проблема, походу, я не мог отпустить свою жену из мысли, что она ушла. Мне понадобилось, наверное, два года, чтобы отпустить. Буквально вот две недели назад я последней, как возможно, отпустил её. Мои хорошие, вот насчёт тёщи хочу сказать. Невозможно отпустить человека. Любовь — это не забыть. Любовь — не отпустить. Любовь — не поменять. Любовь означает только служить. Любовь человеку означает помнить о Боге, помнить о Боге и эту память в качестве благодарности отдавать человеку. Хоть он ушёл, вот как тёща ушла из жизни, сказав мне самые добрые, любимые слова на свете, хоть так она ушла из жизни. Хоть она ушла из жизни, допустим, или как жена ушла и со скандалом, расставание одинаково должно восприниматься. Надо помнить о Боге и человеку отдавать светлую память. Вот свою светлую память о Боге дарить человеку. Когда ты даришь человеку, то Бог тебя пускает дальше в следующую жизнь. Вот это вот ощущение, что меня не отпускают, означает долг, должок. И бывает должок хороший, бывает плохой, но разницы нет. Я одно могу вам сказать. Самый главный мой урок заключается в том, что когда слёзы наворачивались мне на глаза, то ей там было плохо. А когда в моём сердце кипела сила, радость и чистота, ей было хорошо. Поэтому, когда уходят близкие люди, не думайте о себе. Славьте Господа, отдавайте им свою силу. И не будьте скупцами, потому что человеку нужна помощь в это время. И эта помощь означает ваша душевная сила, а не ваши сопли, слёзы. Понимаете, ваша душевная сила нужна человеку. Вот этим занимайтесь. И тогда вечно останетесь вместе. Настоящий Дух — это тот, кто в последнюю секунду отдаёт самое лучшее, что у него есть. Это память о Боге. Это самое лучшее. Больше, лучше у нас ничего нет в этом мире. Вот отдавайте память о Боге, а не свои сопли. Вот что надо отдавать. И то же самое в вашей жизни, если вы вспоминаете, отдавайте ей память о Боге. Я просто молился за неё, и чем я больше молился, тем она больше меня ненавидела. Ну, ничего страшного. Должен же кто-то нас ненавидеть. Ну, поненавидела чуть-чуть, ничего страшного. Она имеет право. Спасибо. Кажется. Ладно. Знаете, что в Духовном мире Бог со Своей супругой ссорится? Вы знаете об этом? Слышали? Ничего об этом не знаю. И вот эта ссора между Богом и супругой — это самая высшая кульминация любви вообще. Вот просто нежные, ласковые, добрые слова — это не кульминация любви. Кульминация любви, когда они в разлуке и обиделись друг на друга. Нам это понять невозможно, потому что они по-другому обижаются. Это называется духовный транс. Это высшее проявление чувств любви. Но у нас, у людей, тоже иногда возникают такие эмоции. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Здравствуйте, Геннадьевич. У меня вопрос такой. Во время развода у меня часто было понимание молиться социальной семьи, и как этот период прошел. А вот сейчас меня постоянно развергивает в таком плане, что я понимаю, что с отцом нехорошо, и я чувствовал молиться. У меня махи в славе жизни, и у меня есть такое чувство, что с ней должна молиться. У меня есть дочка, которая подразумевает, что с ней плохо, и я чувствую, что с ней нужно молиться. И бывшая жена тоже у нее с ней плохо. И меня постоянно передергивает. Я не понимаю, можно ли молиться сразу за четверых, или лучше, как понять? Один день за одного, второй день за второго, третий день за третьего, четвертый день за четвертого. Потом опять все сначала. Понятно? Еще лучше неделю за одного, потом неделю за второго, неделю за третьего, неделю... Чем больше вы погружаетесь в молитву за одного, тем быстрее вы глубже побеждаетесь в судьбу. Когда вы так метаетесь... Я сейчас вам объясню это на простом примере. Вот смотрите, вы сейчас все поймете, потому что мы по-другому не можем понимать. Простите меня за эти примеры. Вот вы когда садитесь какать, и хотите писать одновременно. Если вы сели какать и только настроились, вы еще не покакали нисколько. Вы только захотели. И потом раз, решили пописать. И опять вы еще не пописали, вы только начали. Потом опять покакать, и потом опять пописать, и так вы ничего не сделали. Поэтому лучше как бы запретить себе писать и хотя бы чуть-чуть покакать. А потом, когда вы уже чуть-чуть покакали, можно потом пописать. А еще лучше побольше покакать, и потом побольше пописать. Спасибо, что вы очень наглядны. Точно так же молитва. Лучше подольше помолиться за одного, потом подольше за другого, подольше за третьего, подольше за четвертого. Видите, я говорю, вот пример вроде смешной, а понятно идеально становится. Да теперь? Да? Потому что все в этой ситуации были и знают, что надо просто сначала одно дело сделать, потом второе, и все нормально тогда будет. Можно еще задать вопрос, который может быть, для мной все будет актуально. Я замечаю, что утром после рассвета, после 65 минут, очень часто чувствую себя, что нужно силы восстановить. Чуть-чуть полежать, отдохнуть. Нормально? Всегда нормальная жизнь человека, она связана с сильным преданием и хорошим отдыхом. Предались, отдохнули, предались, отдохнули. Отлично. Вот так надо жить. Не бойтесь отдыхать. Чем старше человек, тем сильнее ему придется отдыхать больше. Когда он выкладывается? А вот именно разрешаете ли вы именно поспать минут 20? Вам нет. Все, мы с тобой разрешили. Шутируйте. Почему я должен вам запрещать? Конечно, надо отдохнуть, поспать минут 20. Вы заслужили. 65 минут молились, нормально, чуть поспать. Отлично. Кто-то отдыхает, когда он спит, кто-то прогулочку там, на свежем воздухе. Каждый свой отдых. Все, все пописали или нет? Продолжаю настройку. Теперь следующее. Сам процесс будет длиться 65 минут. Почему 65 минут? Сейчас объясню. Это технический момент, связан с нашим психическим телом, а наше психическое тело напрямую связано с судьбой. Понимаете? Судьба действует через него, ничего не сделаешь. И когда человек в неподвижном положении находится тело, то сама аскеза производит очищение психики. И очищение начинается снаружи судьбы. Наше взаимодействие с окружающим миром очищается во время молитвы первые 13 минут. И все, что связано с нашим взаимодействием, это наше взаимодействие с погодой, с Москвой, с людьми в Москве, со своими близкими. Все это первые 13 минут. Просто сама возможность взаимодействовать. Потому что иногда люди просто не могут взаимодействовать. Не надо подальше быть друг от друга. Они не могут на улицу выйти, не могут на работу пойти. Первые 13 минут. Потом наши эмоциональные отношения, эмоции, эмоциональная реакция на человека. Вторые 13 минут. Это 13 минут прошло. С 13 до 26 минут эмоции, взаимодействия эмоциональные. Потом дальше с 26 минут до 39 лечатся мысли. То есть, если вы в аскизе 26 минут не просидели, у вас мысли так и не будут лечиться. Потом после 26 минут начинают мысли, и они до 39 минут лечатся. Потом ваше настроение лечится с 39 минут до 52. Если вы в одном положении тела не просидели, 39 минут настроения уже лечиться не будет. Всё, до свидания. Вы положение тела поменяли, настроение лечиться не будет. И ваше глубокое ощущение от жизни, вашей вредной привычки, вашей цели в жизни, ваши глубокие ощущения счастья, всё это находится от 52 минут до 65. В самом конце. Поэтому не меняйте положение тела. Постарайтесь пройти все вот эти циклы молитвы и вашей судьбы. Хорошо? Вешили? Теперь звук. Это самое главное. Вот смотрите. Звук очень сильно связан с памятью. Память — это самое главное, что существует в этом мире. Вот как вы думаете, как я со своей тёщей связывался, когда она ушла настолько далеко от Земли, что вы даже себе представить не можете. Я не могу вам сказать, сколько это сотен тысяч километров, десятков тысяч километров. в километрах не могу описать, потому что это другая галактика, для нас это непостижимое расстояние просто. На тонком плане это по-другому воспринимается. И я с помощью памяти с ней контактирую. Представляете, память — это какая крутая вещь вообще, память. Если ты не можешь правильно память свою оформить, ты не можешь чувствовать человека, ты не можешь его понять, ты не можешь ему ничего передать. Вот у меня, когда тёща, её вдруг все узнали, что она ушла из жизни, я её увидел, она стоит и плачет на тонком плане, плачет, расстаётся, плачет, разлуки находятся. И я её успокаивал памятью своей. Я настроился на неё, взял вот эту её психику в себя и начал думать о Боге и ей отдавать эти мысли. И памятью она раз, постепенно раз, 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 легче стала, постепенно начало становиться легче, успокоился она. А сейчас она такая счастливая, она видит всю эту красоту этой планеты. Я когда о ней думаю, память ей свою посылаю, она принимает мою память, но не может оторваться от этой красоты. Она говорит, погоди, погоди, Олег. Сейчас. Нет, это какая красота. Она не может оторваться. И так там интересно всё, то, что она увидела новую жизнь свою. Память — это самое главное. И вот смотрите, память о Боге включается, когда мы слушаем тех, кто молится. Вот кажется, что мы слушаем. Да, я слушаю там, они сюда, память, я слушаю. Слушание бывает разным. Можно очень сильно погрузиться в слушание. Понимаете? Прямо вот съесть этот звук, который молитвы или общего звука зала. Здесь просто его съесть, вот погрузиться очень сильно. Слушание означает ням-ням. Понятно? Нет? Вот как вы кушаете пироженку, так же надо кушать звук. Надо его поглощать в себя. Есть. И вот это поглощение усиливается вашим собственным звуком. Если вы свой звук соединяете с тем звуком, который хора, то вы тогда кушаете звук очень хорошо, и в это время ваша память соединяется с Богом. А это самое большое достояние человека в этом мире. Соединение памяти с Богом даёт человеку все могущества в этом мире, даёт возможность иметь жену, детей, семью, квартиру, высшие планеты, духовный мир, богатство, славу, власть. Всё, всё, что вы хотите, и хорошее, и не очень, всё это через соединение вашей памяти с Богом. Происходит через тех, кто молится. И для того, чтобы это соединение произошло, для этого надо повторять молитву медленно. Потому что, когда мы другое слово произносим, то память тоже переключается, заново всё начинается, понимаете? Мы прыгаем, меняем всё. То какать хочу дописеть, то какать дописеть, прыгаем. А надо застыть, одно делать. Поэтому длинно повторяем, очень долго мы один звук. О чём я думал сейчас? О Боге. Не совсем. Кто ещё какие сделает мысли и идеи? О себе. Ну, конечно, я постоянно думаю только о себе. Так, о ком я думал? О тех, кто молит. Нет. О учителях? Нет. О тех, кто молит. Нет. О проблеме? Нет. О близке? Нет. О тех, кто поёт. О тех, кто поёт, кто сказал? Хорошо, отлично. Как я думал о тех, кто поёт? Что я там думал? Нет. Нет. Настроение тоже ближе. Вот, то есть, я думал о тех, кто поёт, и я думал об эмоции, которые они испытывают. Вот об этом я думал. Попытайтесь это понять. Не о тёще, не о себе, не о земле, не о мире. Я думал о тех, кто поёт, и об эмоции, потому что в этой эмоции находится Бог. И именно о нём надо думать, мои хорошие, больше ни о чём. Ещё раз послушайте. И я как усиливал свою память? Как я делал так, чтобы я не оторвался от них? Как я это делал? С помощью своего звука, я своим звуком соединялся с их эмоцией, которую они произносят. Соединение происходило, вибрационное камертоновое соединение. Понимаете? Одна вибрация. С эмоцией, которую они произносят. Услышали то, что я сейчас вам говорю? Как я с эмоцией соединяюсь. Услышали? Почему с эмоцией? Потому что, когда человек думает о Боге, именно в эмоции находится Его любовь. Вот именно там находится Бог, в этой эмоции. Понятно? Ну давайте теперь все вместе. Так же тоже вот вы. Тоже происходит, произносит Аллилу. Почему Аллилу? Потому что именно на Аллилу мы соединяемся с теми, кто поет. А на Я звуки уже мы славим Господа, отдаем Ему себя. Сначала мы берем Его, а потом отдаем. Итак, первая фаза. Давайте все вместе. Теперь у меня к вам вопрос. А вас не пугает эта эмоция? Вот вы начали такое сопротивление внутри, такое, блин, а чё это я должна? Поднимите руку, кого пугает. Ну честно. Вот. Это означает борьба вашего желания думать о себе с желанием думать о Боге. Понятно? Вот это надо пересилить, надо заставить себя. Болеть не своей болезнью. Потому что есть хорошие болезни, есть плохие. Хорошие болезни — это когда человек болеет Богом. А плохие болезни — это когда он болеет своим дерьмом. Ключили? Да? Забываться начали в Боге. Кто начал забываться в Боге, погружаться в эту эмоцию, как в океан? Вот это и есть, называется, концентрация на молитве. В это время человек может оторваться от себя. Теперь у меня вопрос, кто вот это, алилуйя. И вот тут что-то как-то очень спокойно стало. Поднимите, вот кого так произошло? Вот это называется результат отрыва от себя. Там уже результат начал появляться. Какой результат? Победа над судьбой. У вас Бог начал менять вашу жизнь. Вот это спокойствие от этого происходит. Это первый самый эффект, очень сильного умиротворения внутри. Значит, Бог меняет вашу жизнь. И потом дальше всё пойдёт везде, везде. Всё изменяться будет. Теперь произносим «я». Звук «я» — это не значит «я». Это просто похожие звуки. Звук «я», наоборот, «он». То есть «я» — это звук, в данном случае, благодарность. «Алилуйя» — мы погружаемся в Бога. «Я» — то есть «спасибо тебе!» У меня супруга сказала. «Знаешь, что самое главное я поняла? Я поняла, когда мама ушла, что я не умею любить. Я не умею быть благодарным». И за это я скорблю. Я говорю, а ты не скорби, а прямо сейчас будь благодарным. Потому что скорбят те, кто даже в эту минуту не хотят быть благодарными. Скорбь означает лей души. Возьми и прямо сейчас отдай то, что ты не додала раньше. Вот это называется молитва об ушедших. Прямо сейчас отдай, прямо сейчас будь благодарным. Прямо сейчас настройся смело и сильно в своём сердце. И поможет тебе звук тех, кто молится. Благодарность означает благодарность. По-другому никак это не назовёшь. Благодарность мы сейчас выражаем Богу. Богу. А всем остальным она придёт автоматически. Если мы Богу выражаем, она придёт остальным сама. Её не надо о ней думать. Это всё естественно произойдёт. Потому что, когда мы выражаем Богу, то тогда благодарность вырабатывается настоящая у нас, чистая. Это очищает нашу благодарность. Мысли о Боге. Чем этот звук отличается от предыдущего? Предыдущий звук был погружением в себя. А это звук отдачи. Он отличается тем, что мы в этот звук отдаём в это время. Мы погружаемся в отношение к Богу, помним, эмоции уловим. А сейчас мы берём и отдаём ему свою эмоцию. Свою эмоцию какую мы ему отдаём? смелости, силы, радости, любви. Спасибо! Благодарим! Благо дарю! Благо что делаю? Отдаю от себя, отрываю. Возьми благо моё. Благо. Благо. У нас наша жизнь, наше ощущение себя называется игорь. И наше игорь, вот ощущение себя, всем приносит только одни проблемы. Потому что наше игорь — это и есть то, что мы должны победить в этом мире. А когда Иисус Христос пришёл, Он сказал, «Ибо иго моё благо». Почему иго моё благо? Потому что у Него нет нашего, как у нас, иго. У Него нет эгоизма. У Него есть только бескорыстие в сердце. Только бескорыстие у Бога. И Он говорит, «Иго моё благо! Ты рядом со мной стоишь, ты не почувствуешь от Меня зла, как от человека, от любого. Приближаясь ко Мне, ты не получишь боль, как приближаешься к человеку. Иго моё благо. А время моё легко. Твоё время тяжело, а моё время легко. Хоть я ишу на кресте». Он говорит, «Почему легко? Потому что нет у Него грехов, нет никакого бремени. Есть только благодать». И как вам почувствовать эту благодать? Как вы можете её почувствовать? Вы можете её почувствовать только одним способом. Вы можете её почувствовать, если вы Ему чего-то пожелаете, а Он в ответ вам улыбнётся. И вот через Его улыбку вы почувствуете Его игорь и премия, и получите милость в сердце, радость. Радость получите бесконечную. Поэтому мы и благодарим Господа. «Счастье! Спасибо тебе!» И Он такой, «Молодец какой!» Как старается. И улыбается. И начинаются отношения с Богом. Отношения с Богом. Мы улыбку Господа в сердце, в своём чувствуем. Он прямо в сердце улыбается. Потому что Он там живёт. Там в сердце улыбается у нас. А-а-а! И как раз. Сердце. Кто почувствовал, что нет у вас никакой благодарности? Поднимите. Это хорошая мысль. Но надо всё равно сказать, «Нет верности!» Понятно? Да. Благодарить Его за то, что Он тебе дал, или желать Ему счастья просто? И то, и то бы. Богу можно счастья желать? А почему нет? Вот я спрашиваю, почему нет? Люди не знают, что Богу можно счастья желать. Они думают, только мне Бог должен желать счастья. Почему Богу не пожелать счастья? У Бога бывают проблемы? Да. Ну, с нами. Это правильно. Висит, короче, у него проблемы. С нами. И можно им пожелать счастья? Нет? Поменьше с нами проблем у него было. Можно ему счастья пожелать? Можно благодарность за то, что он делает? Иначе у нас счастья естественно. Да, всё, заканчиваю. Значит, со звуком разобрались, теперь технические моменты. Первое. Если вы считаете, что я слишком долго произношу, можете на Алилу один раз вдох делать, на Я второй вдох. Не надо умирать на выдохе. Никто, нельзя это, не хорошо, не правильно. Это первый технический момент. Второй технический момент. Вот пальчики ваши могут вам помочь. Большой палец, когда с указательным соединяете, воля усиливается в победе. Сильнее у вас получится всё. Когда со средним соединяете, у вас появится возможность дольше и сильного, как бы у вас появится сила. Работоспособность укрепляется в ваш организм. Вам легче всё переносить, все тяготы. Безымянный палец, когда с большим соединяется, то вы сможете быть уверены в себе. Если первый раз пришли и думаете, а я ничего не знаю, что он говорит, вообще ничего не понятно. Поднимите руку, у кого ничего не понятно вообще. С безымянным пальцем большое соединяете, всё, он крепче станет. А если, допустим, вы хотите концентрацию усиливать, и голос лучше, чтобы вот с мизинцем большой соединять. Есть такая мудро власти. Её только Бог может делать. Мудро власти вот так вот выглядит. Мы большой палец со средним соединяем, безымянный подносим и вот так вот два пальца. это мудро власти. Это Бог только может делать, мы не можем делать. У нас нет власти. И вот так тоже не надо делать. Понятно, такой мудрый тоже не надо. Можете вот так делать, два вот этих пальца соединяете. И два вот этих вот можете соединять. И можете ещё вот так делать. Когда всех задолбали, то можете вот так. Вот. Вот все мудрые. Это пальцы, рук. Если вы чувствуете, что вам все мешают, ладошки вниз. Если чувствуете, что вам нужна помощь, ладошки вверх. Если вы чувствуете, что вы сильно отвлекаетесь, глаза закрываете. Если чувствуете, засыпаете, глаза открывают. Если вы всё равно засыпаете, даже с открытыми глазами, значит, плохо слушаете. На Аллилу у вас нифига ничего не получается. Значит, сильнее концентрируйтесь на эмоции, соединяйтесь, засыпание пройдёт. А если вы чувствуете, что вас переполняют эмоции, значит, в это время вы плохо отдаёте. На Я вы не благодарите Бога, а думайте о себе в это время. То есть вы энергию получаете и не отдаёте. И поэтому эмоции вас переполняют. И вы думаете, блин, так молюсь, классно. Ничего ты не классно молишься, а ты сидишь, думаешь о себе всё время. Если у вас там ангелы появятся, начнут петь как птицы, и всё откроется, небеса вам, то всё равно слушайте и отдавайте. Понятно? Если вы о небесах начнёте думать, молиться закончится, и небеса закончат. А если будете молиться дальше, то небеса никуда не убегут. Понятно? На прелести, когда вы купились, перестали служить Богу, то всё закончится. Когда вы молитесь, не трогайте никого. Дотронетесь до кого-то, человеку будет плохо. Садитесь так, чтобы никак друг друга не трогать. И если вам станет плохо, то опускайтесь на пол, расслабляйтесь какое-то время, не уходите из зала, и потом продолжайте опять. И ещё я сильно вас всех прошу, очень сильно, пожалуйста, не молчите здесь. Не думайте, что если вы будете сидеть молчать, то вы себе и другим благо принесёте. Вы будете всем мешать, потому что у вас будет неправильное настроение. Надо кукарекать. Произносить надо, понятно. И не надо молитвы другие произносить. Мы только Аллилуйя все вместе произносим. Больше ничего. Не гордитесь собой. Учитесь всё делать так, как по правилам, как мы все вместе делаем. А теперь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok